Мой собеседник, русскоязычный писатель Дюсюмбек Накипов. Речь пойдет о судьбе русского языка в Казахстане, в частности, через второй пункт седьмой статьи Конституции Республики Казахстан, согласно которой русский язык должен употребляться в Казахстане наравне с государственным казахским. Было обращение 138 общественных деятелей, литераторов, писателей, журналистов с требованием отменить второй пункт седьмой Конституции. Ваше мнение по поводу этой нашумевшей идеи? Я всегда был против крайних шагов в области патриотической идеи. Лично, на мой взгляд, в слово «патриот» входит и такое понятие «любить всех, кто живет на твоей родине». В слово «патриот» входит вообще все человечество. Любить всех в этом человечестве и через это понимать, что твое чувство патриотизма становится глубже. Оно имеет причастность к общечеловеческим каким-то ценностям. Сродни гуманизму, да? Да, в хорошем смысле, сродни гуманизму. Есть и моменты, где я очень понимаю Мухтара Шаханова. Вот я часто задумываюсь сейчас о том, кому это обращено. Вряд ли это к моему поколению или к поколению Ужаса, Сулейменову, или даже к его собственному поколению. Оно обращено, вероятно, всего к молодежи. Мы теперь спросим себя, какой молодежи. Ведь если посмотреть, так скажем, ну чуть более отстраненно, мы получили сейчас одно из самых сложных, скажем, мирочувствий. Это относится прежде всего к казахской молодежи. Им сейчас 20 лет, они ровесники независимости. И подавляющее большинство выросло в атмосфере разрушенных аулов в своих районах. Презрелище, потрясающе нищеты и униженности собственных родителей, стариков. И они вынесли оттуда не лучшие впечатления в современный мир. Более того, им были даны очень мало шансов для того, чтобы вписаться в новую, скажем, экономическую действительность. И вот получается парадокс. Внешне они слышат, что мы вступили на путь независимости, что у нас идут благоприятные перемены, но сама их реальная действительность находится в крайнем противоречии с этим постулатом. Это естественно для юных, молодых, когда им хочется, что провозглашенное соответствовало действительному. Этого не получилось, поэтому у нас выросла очень взрывоопасная казахская молодежь. Эту молодежь мы знаем сейчас легко ввести такими лозунгами. Давай сейчас вот завтрашнего утра казахский язык, давай завтрашнего утра равенство, давай сразу 100 школ, 100 аулов, прочее, прочее. Ну, как мы знаем, ни тех аулов обещанных нет, ни тех 100 школ нет окончательно достроенных. Все эти вещи порождают в молодежи вот этот раскол сознания. И поэтому я думаю, что подобного рода призыв Шаханова явно не уместен. Явно не уместен, потому что мы отлично знаем, что сейчас в среду молодежи активные ренулись. Разного рода экстремистские толки, течения. Вот. И я думаю, что они падают на благоприятную почву. С другой стороны, я отдаю себе отчет, что и мы не смогли принять активное участие в воспитании этой молодежи в духе, скажем, истинного патриотизма. Ведь казахский патриотизм, он почему уникален? Веками казахский народ был, скажем так, естественно, да, комплементарен другим народам и племенам. Ведь мы и есть собрание племен в течение целых веков, когда новое племя приходило, его принимали, и к нему приноравливались, как и племя, приноравливались уже к тем, кто упустил корни в этих бескрайних наших степях. Вот откуда идет толерантность. Это толерантность, которой мы могли бы хвастаться в начале этого века. Потому что это приобретение всех наших предков. Это некая доктрина совести, доктрина гуманизма. И вдруг мы ее теряем из-за каких-то подобных резких заявлений. Как вы думаете, все-таки это всего лишь порыв души Мухтара Шаханова и группы сотоварищей, членов Союза писателей Казахстана? Или это все-таки некий политический проект, который имеет в виду дальнейшую некую сферзадачу опять же использовать протестное настроение той же молодежи и направить их в нужное русло уже в постназарбаевский период, когда пойдет война за власть? Ну, я думаю, что этому есть три причины. Первая, о которой мне не хотелось бы думать, это некая сознательная провокация, последствия которой, возможно, сам Мухтар Шаханов и не догадывался. Ему, возможно, посоветовали, напишите такое письмо, знаете, вот мы, нам уже 20 лет, пора думать как бы о судьбах казахского языка, при том, что правительство, можно сказать, провалило программу постепенного возрождения и внедрения казахского языка в нашу современную действительность. Тут нужен был некий козел отпущения, или тот, кто, вот скажем, поднимет этот вопрос, и потом на него, как говорят, скинут всех собак. Это одна из причин. Вторая из причин, конечно, это, скажем, общее неблагополучие в нашей республике, неблагополучие какого рода. Это, может быть, кому-то незаметно, потому что мне это уж точно заметно, либо я сам езжу в автобусе. Это резкая граница между теми, кто уже надолго благополучен, и тем, кому это совсем уже не яснится. Вот. То есть, которые остались сбоку от всякого рода реляции экономическом и прочем процветании. И вот эта огромная социальная ниша должна была быть чем-то заполнена. Опять чем? Потому что реляции правительство уже отстреляло. Нужно приносить сюда некий новый элемент. Элемент, который, извините, хоть и не материален, но решающим бывает порой. Вот элемент, скажем, защиты казахского языка. Это второй момент? Это второй момент. Третий момент, я полагаю, что это растерянность самой интеллигенции в лице Шаханова. В частности, я тоже чувствую себя растерянным, потому что мы многие годы были выключены из процессов общественных. Мы не имеем никакого влияния ни на социальное, ни экономическое, и тем более на гуманитарные процессы происходят. Что-то делается снаружи, чьими-то руками. Порой нас подставляют под тех, кто какие-то идеи нам проговаривает. Но в реальной жизни в обществе мы не участвуем. Вот это вот сведоточие всех этих трех примеров привело бы к этому, я бы сказал, просто аномальному для нормального сознания поступку. Потому что отрицать значение русского языка для казахского народа и культуры в целом, это одно. Второе. Отрицать роль русского языка. Вот именно сейчас, на этом переходном этапе, когда мы сами при Советском Союзе так или иначе утеряли родной язык, родные корни, которые буквально 7 минут не возвратишь. И то, что мы, по всякому случаю, часть моего поколения, искренне поверила, что будет нечто такое нейтральное. Немного казахсков в социалистической стране, немного русских в социалистической стране и так далее, и так далее. Не понимая, что исторические процессы обладают совершенно невероятной жесткостью тектонических плит. И вот нам неожиданно свалилась эта независимость в силу вот этих тектонических движений. И вот мы к ней были не готовы. Мы не знаем, что сейчас защищать. То ли казахи, как биологический вид, то ли язык, на котором мы говорим, то ли домбрусюрты вместе взятые, то ли все-таки ездить на автомобилях и летать на самолетах. И одновременно пользоваться интернетом. Мы не поняли, кто мы такие. Вот это отсутствие самоидентичности, что такое казахский народ и конкретно казахский, в историческом движении. Вот это порождает такого рода письма, такого рода настроения даже у людей. Я скажем так, умность и талантливость. Вот это иногда таланту отчаяния более присуще или поэту, чем нормальному человеку, у которого как бы чувства притуплены. В этом смысле я по-человечески могу понять побудительные причины. Но ведь всегда надо задумать отца о том, к чему это приведет. При нашей малочисленности, особенно, абсолютно, скажем так, как говорят, на вас казахов. Каждый казах должен быть в сто раз ответственнее, в сто раз совестливее и в сто раз терпимее ко всему, что происходит в этом мире. Особенно к ближайшим соседям по подъезду, по улице, по аулу, по переулку. Если мы начнем вокруг себя создавать поле нетерпимости, только из-за того, что они не знают исторически по рядным обстоятельствам казахский язык, как это должно его знать, это, я думаю, просто не то, что огромная, это трагическая ошибка. Она ведь еще может аукнуться. Мы еще не знаем, что начнется. Мы просто не знаем, потому что мы не могли предсказать ни лондонцы, скажем, что произойдет погром, и вот по этим разным причинам. А если вы так внимательно посмотрите, ведь Лондон больше половины представляет совсем не англичанин. Выходцы из, сам знаешь, каких стран. Это одно. Второе, почему-то сумасшедший там бревик, так расстрел он неселся в Нарвеге своей уже. Молодой человек. Вроде живет в Нарвеге. Но ему неприятно на краю севера, где так долго не бывало цветных лиц, видеть эти цветные лица. Тут еще американский пастор сжег, понимаете, Коран. Вот что такое цивилизационный расход. Вот побудительные причины. Я боюсь, что такое письмо может сыграть такую роль. В завершении нашей беседы вопрос о казахском национализме. Многие из подписантов этого обращения считают, что казахский националист – это звучит гордо. Что националист, что пора от этого слова убирать негативный оттенок, который привнесли годы большевистского правления, когда алшурдинцев репрессировали. В исток самого казахского, из-за казахской культуры слово «нация» и национализм как такого просто не существует. Не существует. Есть более широкое понятие «ель». Ну, кто понимает, тот знает, что это добровольное собрание племен. Это раз. Второе. В силу того, что Казахстан пережил эпоху самых трагических вещей XX века и попал в кольцо, он просто был не готов к пониманию вообще термин «национализм». Термин «национализм» трансформировался от чего-то хорошего. Социал-национализма Гитлера и потом дальше пошел, 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 пошел и дошел до нас в том извращенном виде, который называется теперь слово «национализм». Я, например, заместил его, еще раз говорю, словом «патриотизм», глубинным пониманием того, почему ты казах, в чем твоя историческая миссия, почему судьба и история распределяют вам такую колоссальную территорию, почему мы окружены, то есть, вернее, не окружены, а открыты при окружении таких мощных соседей. Значит, нам нужна другая сила духа. Вот эта сила духа, духовности, сила Отечества, как Родины, это более высокое чувство с тем национализмом, то есть, народ, который почему-то хочет взять на себя. И мы знаем примеров таких национализм много. В конце концов, Рим не составил из одних римлян и так далее. Такие десятки примеров можно привести. Я хочу, чтобы современная молодежь и эти ультрапатриоты, которые хорошо разобрались в том, что такое национализм и что такое народность, что такое гуманизм, что такое экстремизм. Что такое Родина, а что такое привилегий для энного количества ограниченных людей. Вот и все. Путь к моногосударству – это тупиковый путь, исходя из этого. А у нас в Казахстане не может быть моногосударство. Это определенным образом сложилась такая политическая модель, что не мы, сама природа так распорядилась. Мы не можем брать откуда сюда МОНа, понимаете, там где вот на самом деле. Вот в Узбекистане так сложилось – хорошо. Вот в Казахстане сложилось, но у них, извините, и сами киргизы, стопроцентно почти живущие населения языка друг другу не могут найти. Понимаете? Это они тоже хотят, условно говоря, разделиться, хотя я их очень люблю, на горных, равнинных киргизах. Все это истоки, истоки, да, вообще есть, и говорит, да, абсолютного социального неблагополучия. И, скажем, многие параметры нам вот стеклянных вот этих высотных зданий, они внешне красивые, но противоречат моей душе и душе, скажем, Хачемин. Точно так же некие стеклянные архитектурные формы демократии противоречат нашей душе. Мы ради этого забываем наше исконное. И вот попытка вернуться к исконному вырождает, ой, порождает у некоторых, не совсем умных, а, возможно, и недобросовестных людях, вот это чувство непонятного мне национализма. Вообще, слово «казах» и «национализм» должны быть взаимоисключены. И даже можно сделать поправку в Конституции. Не путать слово «казах» и «национальность». Субтитры создавал DimaTorzok